Британский фрегат Ричмонд с экипажем 185 человек, взял на прицел и следил за российским кораблем адмирал Григорович. Преследование российского корабля продолжалось на пути из Северного моря и через Дуврский пролив, когда он направлялся к Средиземному морю. Операция заключалась в слежении и постоянном наблюдении за российским фрегатом, который шел вслед за штормом Киран. Перед операцией Ричмонд находился в Норвегии и принимал участие в военных учениях НАТО. Командир Ричмонда, капитан Крис Лэйми, сказал, что контроль за российскими кораблями является важным, так как, находясь под прицелом, россияне ограничены в своей возможной вредоносной деятельности. Британский корабль шел на небольшом удалении от адмирала Григоровича и следил за всеми действиями россиян. Слежку за россиянами с воздуха обеспечивал британский вертолет, который выполнил несколько высотных пролетов над Григоровичем и сделал несколько снимков. Находясь в таких жестких условиях, россияне не посмели даже рыпнуться, а просто смирно следовали по своему маршруту как по струнке и никуда не отклонялись. Вот так британцы держат российские корабли в ежовых рукавицах, когда те приближаются к их территориальным водам. Кроме британцев, за россиянами следили и другие корабли НАТО. Для россиян теперь нигде нет безопасных вод, и нигде не рады их присутствию. Также благодаря вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, Балтийское море является фактически озером НАТО, а российские корабли там как утки на охоте, которых при необходимости очень быстро отстрелят.